Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим немножко о голдфарме. Галдишку любят фармить все, само собой. Чем больше у тебя денег, тем лучше. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это еще и вне игры прослеживалось. Но да ладно, сегодня речь лишь пойдет только о игре. Так вот, пассивно ее лутать еще лучше, конечно же. Как мы все прекрасно знаем, относительно недавно был включен бонус под названием «Впечатляющая влиятельность», которая позволяет нам получать на 100% больше репутации на Расколотых Стравах, Аргусе, Култиросе и Зандаларе, ну, также еще и в Назжатаре. Конкретно нас интересуют три последние локации — Култирос, Зандалар и Назжатар. Если вы прокачали уже при Вознесении со всеми фракциями, то прекрасно увидели дополнительные 10 тысяч репутации, которые вы можете прокачать и в награду вам дадут сундучок. Ну, например, припасы Ордена Пылающих Углей. В каждых таких припасах находится от 4 до 5000 голды в среднем. Это так-то хорошо? То есть вы лутаете голдишку, а при этом что вы делаете? Ну, просто самые обычные локалочки. Окей, локалки — это не очень веселый контент, но все же, делая локалочки, вы получаете азерит, который нужен для прокачки ожерелья. То есть если оно у вас недостаточно высокое, и вы там стремитесь к World First по прокачанному ожерелью, то делайте локалочки на азерит. Если вам хочется ресурсы получить, ну да, есть локалочки на ресурсы. Если вам хочется заниматься питомцами, то да, есть локалочки на питомцев, само собой. Ну, там разные награды. Да еще и локалки на голдишку есть, чистую. В целом-то это тоже хорошо. С целью того, чтобы увеличить получаемую репутацию еще на чуть-чуть, можно воспользоваться контрактом. Контракт с какой-либо фракцией покупается на аукционе, и в течение недели реального времени вы, выполняя локалочки, будете получать еще немножко дополнительной репутации. Ну, а если вы вообще за человека играете, то у вас еще больше репутации будет даваться за каждую локалочку за счет бонуса под названием... А где он находится? А вот он, дипломатия. Отношение к вам улучшается на 10% быстрее. В общем, делайте локалочки, плутаете сундуки, и все у вас будет хорошо. Это неплохой способ пассивно нафармить голдишку. Берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!